Всем привет! С вами Глория Рай и это ежедневные новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного прослушивания! Друзья, помните я рассказывала вам о канале Оксаны Левиной? Она профессиональный косметолог-массажист. На своем канале публикуют видео о проверенных методиках сохранения молодости и красоты. Сейчас на ее канале стартовала новая рубрика «Подробно о косметологических процедурах», в которой Оксана подробно рассказывает о побочных эффектах данных процедур, показаниях и противопоказаниях, и что нужно делать, чтобы всегда оставаться красивой. Новое видео уже на канале, ссылку на него я оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь и смотрите ее полезные ролики. Алене Савкиной пришлось объясняться перед фолловерами. Алена быстро нашла замену Роману Макееву, и поток женихов, жаждущих ее внимания, не иссякает. Участница не скрывает, что получает удовольствие от ухаживания и противоположного пола, но ее фолловеры не слишком одобрительно смотрят на такую ситуацию. После того, как количество упреков и критических замечаний достигло апогея, Савкина решила объяснить подписчикам причины своего поведения. Участница призналась, что мечта – это большой любви. Сейчас в жизни Алены много поклонников, так что внимания мужского пола ей вполне хватает, а вот поддержки от подписчиков нет. Поэтому Алена постаралась объяснить, что она чувствует после появления на поляне друга Саши Черно, объявившего о своих чувствах к младшей Рапунцель. Девушка восприняла признание нового поклонника с энтузиазмом, и хотя рядом сидел Кирилл Кондратьев, она отвесила потенциальному ухажеру кокетливую улыбку. Фолловерам такое поведение категорически не понравилось, так как Алена как будто заявила, что готова строить отношения с Кондратьевым, с которым она уже активно целуется. При этом она постоянно флиртует с Ильей Ябаровым и не упускает случай опомянуть Романа Макеева. Зрители считают, что Алена себя ведет очень ветрено, упрекает ее и даже довольно грубо обзывают. Но она уверена, что имеет право на счастье в личной жизни. И если она допустила ошибку и неправильно выбрала вторую половинку, это не значит, что она не имеет права любить и быть любимой. Савкина считает, что люди неправы, когда пишут ей, что она какая-то не такая. Она просто мечтает о полноценной семье и ищет вторую половинку. Она просто хочет жить и растить сына в любви. И то, что она много раз падала и разбивалась, не мешает ей вставать и идти дальше, подытожила девушка. Поклонников такие аргументы успокаивают, но хейтеры традиционно лишь возмущаются еще больше. Саша Черно паникует из-за отсутствия материнского инстинкта. И ее это очень смущает. Девушка на втором месяце беременности и уже хотелось бы чувствовать ребенка. И она уверена, что раз этого не происходит, она может стать плохой мамой. Тем более, что ее собственная спокойно оставила детей. Фолловеры пытаются подбодрить участницу и советуют ей больше читать о беременности. Тогда не придется паниковать. Черно пытается привлечь внимание к своей беременности. Саша пожаловалась, что у нее до сих пор не проснулся материнский инстинкт. Ее это пугает. Поэтому она надеется, что те из пользователей, кто сталкивался с чем-то подобным, смогут дать ей толковый совет. Сама она узнала из интернета, что на ее срок размер плода составляет уже полтора сантиметра. С Иосифом Аганисяном Саша обсуждает разные моменты. Говорила она и о том, что плод хоть и растет постоянно, она этого пока не чувствует. И вообще ничего не чувствует по отношению к будущему ребенку. В результате таких размышлений она начала волноваться из-за того, что может стать плохой мамой своему малышу. Саша припомнила, что Рапунцель чуть ли не с первых дней носилась со своим животом, а у нее такого желания нет. Наоборот, она сисюканье с животом считает чем-то ненормальным. В довершении ко всему она припомнила, что ее мама тоже не пылала любовью к своим детям. Поэтому ее волнует, не передастся ли это генетически. Кроме того, Саша мечтает дать своим детям все лучшее, но понятия не имеет, как это обеспечить. Да и нянчиться с малышами ей не приходилось. Остается надеяться, что фолловеры рассеют ее страхи и переживания. И в Саше, наконец, проснется материнский инстинкт. Татьяна Владимировна Григорьевская шокировала своей распущенностью. По сети разлетелось пикантное фото из личного архива женщины. Сестры Рапунцель, Ольга Дмитренко и Алена Савкина не перестают шокировать зрителей своей распущенностью. Ни для кого не секрет, чем в прошлом зарабатывала на жизнь Оля. А вот Алена в чем-то даже переплюнула сестру. За последние несколько месяцев молодая мама сменила трех плавых партнеров. И, судя по всему, это еще не предел. Впрочем, быть примерными сестрами просто не в кого, считают телезрители. В сети нашлось фото из личного архива Григорьевской старшей, которая многих неприятно удивила. Как выяснилось, Татьяна Владимировна может дать форы наследницам. По крайней мере, на это указывает ее пикантный образ. На фото женщина в более чем откровенном нижнем белье и с плеткой в руке. Хейтеры не сомневаются. По наклонной Оль и Алена пошли, глядя на собственную мать. К слову, в свое время Ольга не единожды рассказывала о том, как мама бросала ее на бабушку, спеша устроить личную жизнь. Алена Савкина сплавила сына бабушки в Саратов. Еще недавно Алена старательно создавала себе образ заботливой мамочки. Смысл жизни, который заключается в маленьком сыночке. Но чем больше она проводит времени на проекте, чем очевиднее для зрителей, что этой дамочке не особо нужен ребенок, которого она использует в качестве реквизита. А вот все заботы о маленьком Богдане легли на плечи Татьяны Владимировны, пока ее младшая дочь пытается наладить личную жизнь, перебирая бывших участников и сотрудников проекта. Но Рапунцель старше не может месяцами находиться на съемочной площадке, так как в родном городе идет ремонт дома ее родителей. Поэтому она отлучается с поляной, при этом очень переживает о том, как Алена одна будет справляться с малышом. Ведь теперь рядом с ней нет заботливого Романа Макеева. Но Савкина нашла выход, ведь у Богдана есть еще одна бабушка, которая прекрасно живет в Саратове. И до этого момента не обременяла себя воспитанием внуков, которых у нее уже внушительное количество. Вот и решила молодая мать исправить эту оплошность, отправив сыночка в Саратов на то время, пока сама пытается выбрать себе достойного кавалера. Многих шокировали эти новости, но больше всего жалеют именно мальчика, который оказался не нужен родной маме. Вряд ли бабушка со стороны отца будет проявлять к нему должное количество любви и заботы, считают телезрители. Руслан Мацолик признался, что изменял Виктории Цатурян. Вика, экс-супруга Руслана Мацолика, называла причиной развода измены парня. Но сам Руслан ранее отрицал измены, говоря о том, что Вика неправильно расценивала его дружеские объятия и поцелуи с подопечными. Недавно, во время последнего лобного, Мацолик все-таки признался в изменах Виктории. Когда Вика это услышала, она изверела и стала кричать, что пока настроила отношения, превозносила мужа и предлагала всем на него равняться, он ходил по другим женщинам. Цатурян также возмутила то, с каким спокойствием Руслан сделал свое признание. Девушка покинула лобное, несмотря на попытки ведущего Влада Кадони остановить ее. Напомню, это не первое унижение Вики Русланом. Ранее парень высмеивал ее низкие способности в постели, а также неумение воспитывать детей, отмечая плохое поведение сына Артема от первого брака. Беременность Саши Черно могут указать на дверь. Беременность Александры Черно протекает совсем не так, как она о том мечтала. В последнее время девушку раздражает навязчивое внимание Иосифа Аганесяна, а вот коллеги по телестройке, напротив, лишь расстраивают своим равнодушием. Пару дней назад Черно обратилась к фолловерам, заверив, что после случившегося готова покинуть проект. Уточнять, в чем именно дело, Черно не стала. Однако намекнула, это касается ее беременности и отношения к этому некоторых участников. Подобные ультиматумы могут выйти боком самой Саши. Мало кто сомневается, одной беременной на проекте, к примеру, Ольги Рапунцель, вполне достаточно. А значит, Черно могут в любой момент указать на дверь. Телеведущий Влад Кадони допустил непростительную оплошность. Уже известны результаты голосования в конкурсе «Человек-года» по версии участников. Несмотря на, казалось бы, очевидную победу Милены Безбородовой, приз и титул участники отдали Марине Африкантовой. Это не на шутку обидело и даже разозлило пассию Алексея Безуса. Не светит безбородовая победа в «Человеке-года» по версии зрителей. Накануне Влад Кадони допустил оплошность. Раньше эфиров поздравив Олю Рапунцель в своем инстаграм. Ведущий «Дома-2» не просто нашел теплые слова для одной из самых скандальных пар года, но и объяснил, почему их до сих пор не выгоняют. По мнению Влада, решение зрителей присудить победу Ольги красноречиво говорит само за себя, ведь невзирая на ярую нелюбовь некоторых, большинство все же поддерживает Олю и ее семью. Подписчики удивляются, все так старательно держат интригу, а тут Владик фактически взял и рассказал информацию раньше эфиров. Так что после поздравлений Влада Кадони в своем инстаграм Ольге Рапунцель и появилась информация о том, что выиграла квартиру и стала «Человеком-года» Ольга Рапунцель. На сегодня это все новости «Дома-2» за последние сутки. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, переходите на мой канал. До скорых встреч!